Ушел из дома и не вернулся. Накануне тело 8-летнего мальчика нашли в районе нежилой зоны. Вскрытие, которое провели сегодня, показало, что смерть ребенка наступила в результате кровопотери из-за множества рвано укушенных ран. При этом эксперты не исключают, что эти травмы нанесли собаки. Постараются эксперты узнать причину смерти малолетнего. В случае, если не будет достаточных оснований полагать и установить, какова же причина смерти, то будут проведены дополнительные исследования, в том числе на гистологию. Они составляют порядка 21 рабочего дня. Накануне Следственный комитет Края возбудил уголовное дело. Ход его расследования взяла под контроль региональная прокуратура. Одновременно прокуратурой организована проверка полноты мер, принятых органами системы профилактики безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних по обеспечению прав и законных интересов ребенка. Также будет дана оценка органов местного самоуправления по исполнению обязанностей, по реализации полномочий, об охране объектов и безнадзорности животных. Что касается защиты людей от одичавших собак, то необходимо предпринять жесткие действия. Об этом в своем инстаграм-аккаунте заявил и губернатор региона. Однако чиновники уверяют, что работа с бездомными животными проводится своевременно. Собак отлавливают и доставляют в приют, где проводят обработку от паразитов, вакцинируют и стерилизуют. Если животное социализировано, адаптировано к проживанию на территории городского округа, то животное выпускается в прежнюю среду после проведения всех необходимых ветеринарных мероприятий. Поэтому животные, находящиеся на территории города с биркой в ухе, это животные, прошедшие все мероприятия. Только за этот год уже выловлено порядка 600 бездомных животных. К слову, на улице они оказываются зачастую из-за беспечности человека. Накануне свору собак, которые бродили в промышленной зоне, уже забрали в приют. На месте остались лишь три пса. Восьмилетний Миша жил в многоэтажке, расположен на улице Красной Сопка. Он ушел из дома 3 ноября, предположительно в 5 часов вечером. Когда мальчик долго не возвращался, его отправился искать родной отец. Но в 8 вечера о случившемся родители сообщили в отдел полиции. К поиску пропавшего второклассника подключился и поисково-спасательный отряд «Доброволец». Ориентировки молниеносно разлетелись по социальным сетям. Но уже ближе к середине дня, 4 ноября, мальчика нашли. Бездыханное тело ребенка обнаружили в нежилом районе. Как он оказался в промышленной зоне и причину смерти, еще предстоит выяснить. Рисона Латыпова, Алексей Кузьмин, информационное агентство «Тамчатка».